МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под Купинском идут тяжелые бои. Подтверждена гибель одного человека при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде. Несколько человек пропали без вести. Независимые эксперты предполагают, что взорвались боеприпасы или взрывчатка, необходимая для их изготовления. Команда Алексея Навального выяснила, что зарплата главы Роснефти Игоря Сечина составляет более 3 миллиардов рублей. Так же сегодня. Даже не объясняет, какого хрена курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется, что одна из трех самых слабых валют у нас рубль. Благодаря гениальной политике Центробанка, которая даже презирает народ, чтобы хоть слово ему сказать о чем-то. Владимира Соловьева возмутил тот факт, что российский рубль пошел в этом году в тройку самых слабых валют в мире. По сообщениям из зоны боевых действий в Украине, в районе Купенска продолжаются ожесточенные бои. Российская группировка, которая, по оценкам командования вооруженных сил Украины, насчитывает не менее 100 тысяч человек, пытается перехватить инициативу и прорвать фронт. Командующий восточной группировкой украинской армии Александр Сырский оценивает ситуацию как тяжелую, но контролируемую. По его словам, в боях с российской стороны принимают участие не менее 8 сформированных из бывших заключенных штурмовых отрядов «Шторм-Зет». По оценкам экспертов, это может говорить о том, что под Купенском будет применяться тактика, аналогичная той, что применялась вагнеровцами в Бахмуте, когда они продвигались вперед, не считаясь с потерями. Украинские власти объявили принудительную эвакуацию населения из 37 населенных пунктов в окрестностях Купенска. Продолжаются регулярные обстрелы украинских городов. В городе Покровск в Донбассе, где ударами ракеты «Скандер» два дня назад были разрушены жилой дом и гостиница, число погибших выросло до 9 человек. Более 80 ранены. Вчера вечером удар был нанесен по Запорожью. Целью этого удара, возможно, был запорожский завод «Моторсич», производящий турбины для двигателей и самолетов. Но ракета попала в жилой квартал, повредив окрестные дома и местную церковь. Подтверждена гибель двух человек, десятки ранены. Вот свидетельства очевидцев, их рассказ в интервью украинскому телеканалу «Фридом». Второй из говорящих – врач скорой помощи, которому удалось реанимировать одного пострадавшего, но спасти другого не удалось. Через пять минут я пришел. Плохо было, окон нет. Люди кричат. Между церковью и магазином – воронка. Сердечно-сосудистые проблемы, гипертонический криз, психоэмоциональные перегрузки, понимаете? Поэтому такая ситуация. Оказывали реанимационные мероприятия, но там без вариантов. Там осколок попал в грудную клетку и сердце. Прибывший на место происшествия, исполняющий обязанности главы Запорожского городского совета Алексей Куртьев, пообещал, что власти окажут пострадавшим всю необходимую помощь. Вот фрагмент его интервью журналистам. Постраждалам надается медичная допомога. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Это пять домов, где вылетели окна. Сейчас работает оперативно-спасательная служба «Кобра», а также муниципальные аварийные службы. Сегодня планируется всю ночь работать, закрывать эти окна. Сейчас жителями работают наши социальные службы. Это был исполняющий обязанности главы Запорожского городского совета Алексей Куртьев. Но о власти Москвы сообщили об уничтожении беспилотников, пытавшихся атаковать город. Такие атаки, судя по всему, уже стали совершенно привычными. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы противовоздушной обороны сбили в два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Один в Калужской области, другой в районе Кольцевой автомобильной дороги. По данным российских телеграм-каналов, в аэропорту Внуково были прерваны полеты самолетов. Вводился в действие специальный план, предусмотренный на случай появления неизвестных летающих объектов. Ночью также поступали сообщения о взрывах и пожаре в подмосковном городе Домодедово. Официальных данных нет. По информации местных жителей, пожар возник на местном автосервисе в результате взрыва балонов с газом. После вчерашнего взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде подтверждена гибель по меньшей мере одного человека. Сообщается также, что неизвестна судьба от 8 до 12 человек. Это данные на середину дня четверга. Ранены более 60. Официальная версия – взрыв на складе пиротехники. Официальная причина – человеческий фактор. Однако характер взрыва и причиненные им разрушения могут быть свидетельством того, что взорвались либо готовые боеприпасы, либо взрывчатое вещество, которое применяется для их изготовления. Был ли взрыв результатом нарушения техники безопасности, диверсии или даже атаки беспилотника, сейчас сказать сложно. Но тот факт, что завод в Сергиевом Посаде, по крайней мере, раньше поставлял продукцию для российского военного комплекса, сомнений не вызывает. Вот что говорит российский военный эксперт Ян Матвеев. Судя по всему, действительно взорвалось большое количество какого-то взрывчатого вещества. Вряд ли это был именно склад или машина с боеприпасами, потому что даже когда они взрываются, остаются, собственно, те самые болванки, выгоревшие корпуса снарядов, их части. Судя по всему, просто было какое-либо взрывчатое вещество. Или порох, или, возможно, какое-то сырье для той же пиротехники, действительно. Да, я читал в разных источниках, что вроде как что-то привезли в этот день, и оно как раз и взорвалось, или действительно хранилось, но точно оно там было. Сейчас в Москву часто атакуют беспилотники, ну вот, собственно, и сегодня ночью это происходило буквально. И, с одной стороны, люди очень внимательно, гораздо внимательнее относятся к любым признакам беспилотников и сразу же об этом сообщают. С другой стороны, так как это было днем, если бы действительно беспилотник был, скорее всего, появились бы какие-то кадры. Именно как раз поэтому, потому что сейчас, когда люди в Москве или Подмосковье слышат что-то похожее на беспилотник, они сразу пытаются это снять, например, и так далее. Поэтому регулярно попадаются кадры, где эти беспилотники где-то пролетают. Сейчас такого не было. И, конечно, вот второй такой негативный, можно сказать, эффект от вот этого повышенного внимания, что люди везде во всем видят эти самые беспилотники и могут додумать какие-то небольшие признаки, которые могут быть похожи на беспилотник, о том, что вот он был, этот беспилотник. Поэтому все-таки такие свидетельства в такой нервной обстановке, они могут быть недостоверны, конечно. Но эту теорию, то, что был удар беспилотником, конечно, полностью отвергать нельзя. Там явно было очень большое количество вот этого взрывчатого вещества. И, судя по всему, оно было именно в виде сырья. Ну или какого-то там склада. Условно говоря, это были не снаряды, заряженные порохом, а мешки с порохом, да, или ящики с порохом. Очень грубо, если говорить. То есть, когда взрывается склад с различными боеприпасами, видны вторичные детонации почти всегда. То есть, это когда взрывается там какая-то часть, потом взрываются остальные снаряды там по очереди. Так как они в оболочках, ну, часто в металлических, естественно, они не сразу все детонируют. С фейерверками еще ярче это все обычно происходит. Ну, достаточно просто в интернете посмотреть любой пример. Пожары на складах фейерверков происходят, ну, относительно часто. И там все взрывается с искрами, очень долго, очень много различных вторичных детонаций. Тут же этого ничего не было. Был один-единственный взрыв. Взрыв очень похоже, на самом деле, на взрыв, насколько я помню, в Кременчуге, когда российские ракеты атаковали склад со старым ракетным топливом. И тогда они еще рассказывали, что там, ну, российские источники рассказывали, что там уничтожены ракеты С-300 украинские. Но на самом деле там был просто склад то ли отработанного топлива, то ли там оно для чего-то было нужно. Ну, в общем, оно лежало, складировалось. И там был тоже такой мощный взрыв. Он был гораздо сильнее, чем здесь. Но в целом был похож. Плюс вчера выкладывали кадры с уничтоженной российской самоходной артиллерийской установкой М-100. И ее взрыв тоже по дыму, по вот этому грибу, который поднимается по цвету дыма, очень похож был. Только, естественно, поменьше, конечно. Там и взрывчатых веществ в одной самоходке все-таки немного. Но там как раз есть артиллерийский порох, который мог вызвать вот такой вот белый дым. Плюс еще отмечали аналитики, что дым немножко был оранжеватый, что может свидетельствовать о наличии там селитры. Ну, то есть вот, судя по всему, да, какие-то химические вещества, взрывчатые вещества и были подорваны. В теории, конечно, наверное, такое большое количество сырья для пиротехники тоже могло так взорваться, все-таки там используется. И порох в том числе. Тут, наверное, нужно поговорить с каким-то аналитиком, экспертом, который занимается именно пиротехникой и знает, да, какие мощности там бывают. Но в целом это похоже действительно на взрыв именно военных каких-то компонентов, да. То есть либо это оружейный порох, либо это взрывчатка, еще что-то. И как раз остается непонятным, откуда там взялись болванки снарядов или целые снаряды, которые потом разлетелись вокруг. Ну, я думаю, что, во-первых, они, наверное, просто сдавали это все в аренду. Такое довольно часто в России происходит, потому что у разных предприятий, которые сохранились с советского времени, много территорий и много разных помещений, которые им не нужны сейчас. Ну, потому что объем производства уже не такой. И вполне допускаю, что вот эта фирма, которая там пиротехникой занималась, она могла снимать как раз там помещение и хранить там что-то. Ну, и, возможно, может быть, были какие-то тоже теневые контракты. Мы же знаем, что очень многое засекречено в российской оборонке, ну, в плане именно траты денег, да, и растраты этих денег. Очень многие статьи секретятся, и я не удивлюсь, если там под крылом этого завода были какие-нибудь там разработки и неразработки, может быть, изготовление каких-либо боеприпасов, там, может быть, переработка каких-то взрывчатых веществ, еще что-то, вполне такое можно допустить, конечно. Это было мнение военного эксперта Яна Матвеева, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». Команда Алексея Навального опубликовала новое расследование, на этот раз о доходах главы нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина. Контрольный пакет акций «Роснефть» принадлежит государству, а потому российские граждане имеют право знать, сколько он получает, поскольку от этой суммы зависят дивиденды, выплачиваемые акционером, то есть государству, то есть налогоплательщикам, отмечается в этом расследовании. Как выяснили соратники Навального, в финансовых документах Игорь Сечин скрывается под псевдонимом Сергей Терентьев. Личные данные человека с этим именем полностью совпадают с данными главы «Роснефти». Именно благодаря раскрытию этого вымышленного имени и удалось узнать зарплату Игоря Сечина. Вот что рассказал журналист-расследователь Сергей Ежов в эфире YouTube-канала «Навальный Лайв». Перенесемся ненадолго в 2015 год. Алексей Навальный через суд требует от правительства раскрыть вознаграждение глав госкомпании, в том числе «Роснефти». Суд иск Навального предсказуемо отклоняет. Суды в России для чиновников и богатых, не для людей. А вот иск Сечина к журналистам, которые оценили годовую зарплату главы «Роснефти» в десятки миллионов долларов, суд наоборот удовлетворил и заставил Форбс печатать опровержения. С тех пор точных сумм, которые прилипали к рукам Сечина, никто не называл. За последние годы случились две крупные утечки данных налоговой о зарплатах россиян за 2018 и 2020 годы. Но Сечина в них не оказалась. Как писали СМИ, его доходы скрываются даже во внутренней базе ФНС. Мы выяснили, что в официальном реестре налоговой службы Сечин скрывается под псевдонимом. Его второе имя – Терентьев Сергей Андреевич. Дата рождения у Терентьева, как и у Сечина, 7 сентября 1960 года. Такого человека в действительности не существует. Зато номер паспорта ИНН совпадает с номером паспорта ИНН Сечина. Чтобы засекретить зарплату главы Роснефти, ему создали фейковую личность. Ну а дальше, когда мы эту аферу раскрыли, остается в утекших данных посмотреть доходы Терентьева. От Роснефти за год он получил 3 миллиарда 71 миллион 738 тысяч 456 рублей 32 копейки. Но это не единственный источник обогащения Терентьева. Еще 244 миллиона он получил от Всероссийского банка развития регионов. Это банк Роснефти. 2 миллиона от Роснефти Газа. Это компания, владеющая от имени государства акциями Роснефти. Итого всего годовой доход Сечина 3 миллиарда 317 миллионов рублей. Это был журналист-расследователь Сергей Ежов, который в эфире YouTube-канала «Навальный лайф» представил очередное расследование команды Алексея Навального, на этот раз посвященное зарплате одного из ближайших друзей Владимира Путина, главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. Сам же Алексей Навальный в своем очередном посте в социальных сетях рассказал, что подал в суд на своих тюремщиков, которые наказывают его за употребление некоторых слов. На собственном опыте Навальный убедился, что среди слов, которые ему запрещено произносить, «крыша», «хата», возможно, в словосочетаниях «хатка-бобра». При этом сами тюремщики, пишет Навальный, объявили ему, что у них есть список запрещенных для него слов, но, отмечу это, он секретный. Алексей Навальный намерен дойти до Верховного суда, чтобы добиться отмены этого правила. В суде первой инстанции он проиграл, как он пишет из-за секретной справки МВД СССР от 1983 года, где указаны секретные значения разных слов, перечень которых тоже секретен. Все это звучит дико, конечно, но таковы реалии наших дней. Сейчас Навальный судится с колонией, где он содержится, сотрудники, которые у него на глазах уничтожают еду, которую он имел право купить в тюремном ларьке. Дело в том, что пребывание в ШИЗО, заявляет администрация колонии, лишает заключенного права на еду из ларька, а Навальный сидит в ШИЗО практически постоянно. Тем не менее, эта еда покупается из средств Навального и уничтожается. А по документам получается, что Навальный произвел в ларьке покупки, на которые имел право в текущем месяце. Кроме того, Навальному резко сократили время приема пищи. Вот фрагмент выступления Навального в суде по этому делу. У меня был интересный разговор с моим адвокатом Кобзином. Когда я ему сказал, я говорю, представляешь, какие сволочи. Взяли мне и урезали до 15 минут ужин, я не могу нормально поесть. И он мне удивлен и говорит, а ты что, ни разу читал мне книжку про конусловение? Оказывается, это распространеннейшая практика. Когда осужденных сокращают время приема пищи, ну, как вроде ерунда. А на самом деле очень тяжело. Мало того, я уже после этого случайное совпадение, уважаемый суд, так, зачитал, перечитал известную книжку «Один день Ивана Денисовича». То же самое пишет, что приватить три разных денег, у тебя приятный момент, когда ты пьешь эту горячую паланку, но тебе специально сокращают время. Ну, тогда он там пишет, что 10 минут. Видимо, вы, знаете, веяние, либерализм, это катение все-таки на нашей экономии не в 10 минут, как в Савинском лагере, а за 15 минут уже по 10. И все это время отнимают. И это на самом деле самое настоящее и демонстративное унижение человеческого достоинства. Это был Алексей Навальный. На следующей неделе, возможно, уже в понедельник, 14 августа, ожидается вынесение приговора по делу общественной активистки Ольги Смирновой, обвиняемой в так называемой повторной дискредитации российской армии. Смирнова содержится под стражей уже 15 месяцев. Обвинение потребовало для нее 7 лет колонии. Общественный активист Виталий Йоффе провел вчера у входа на станцию метро Академическое в Петербурге одиночный пикет в поддержку Смирновой. В руках он держал плакат с надписью «Ольге Смирновой 7 лет колонии за борьбу против фашизма и войны и за правду». И вот что Виталий Йоффе сказал во время пикета корреспонденту телеграм-канала «Сота». Женщину сажают за мнение. Женщину сажают за то, что она боролась с фашизмом. Женщину сажают за то, что она против войны. Она с 14-го года была против войны. И сейчас ей хотят дать 7 лет за то, что она говорила, за слова, за мысли. Это и есть фашизм, который наступил в нашей стране. Люди подходят с разным мнением. Кто-то говорит, что раз посадили, значит правильно. Мы стояли, когда год Ольга была в СИЗО, в пикете здесь же. Люди говорили, что вообще надо расстрелять. А другие приходят и выражают поддержку, солидарность. Это был общественный активист Виталий Йоффе. Йоффе был задержан полицией, но позже отпущен без составления протокола под обязательство явиться в полицейский участок. От себя добавлю, что в современной России подобный пикет в людном месте, каким является вход на станцию метро в многомиллионном городе, это очень мужественный поступок. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересна и россиянам, и о России, которая интересует американцев. Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что этот сентимент будет провалировать. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 10 августа. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня 10 августа. Ровно через месяц в России пройдет так называемый «Единый день голосования», то есть выборы самых разных уровней. Неожиданным образом о приближении этого дня напомнило обращение заключивших контракты с Министерством обороны на участие в войне в Украине добровольцев из Оренбургской области, которые пожаловались на невыплаты обещанных им денег, из-за чего их близкие не могут даже оплатить коммунальные услуги. Авторы обращения просят как можно шире распространить его. Я вношу в это дело свой вклад в аудиоформате, но особо обращаю внимание на тот факт, что эти добровольцы сами решили принять участие в преступной агрессии против Украины и не ставят под сомнение объявленные цели этой войны. Я от лица всех своих товарищей, которые сейчас находятся здесь, мы все с Оренбургской области контрактники, но те же самые добровольцы. У нас средний возраст 45 плюс. Мы пошли защищать свою родину. На фоне этого хочу обратиться ко всем неравнодушным гражданам России, к правительству, к прокуратуре, к президенту по поводу нашего губернатора богатейшей области в России, в которой есть нефть, газ, все, что хочешь и который не может найти денег для выплат военнослужащим, для помощи их семьям. У нас у всех семьи, дети, внуки. У нас у всех дома остались. Мы не можем заплатить за коммуналку, за свет, за газ, потому что наш губернатор считает, что деньги нужны и ему, а не нам, и не нашим семьям. Прошу всех неравнодушных распространить это видео и довести до конца. У нас скоро выборы, будут выбирать его опять. Я думаю, что он нам не нужен вообще в области, даже близко. И все меня поддержат. На этом все. Спасибо всем заранее. Такой губернатор нам не нужен. Губернатора Оренбургской области, на которого жалуются эти добровольцы и который им, как вы слышали, не нужен, зовут Денис Паслер. Правда, срок его полномочий истекает не в этом, а в будущем, 2024 году. Для воюющих год это очень большой срок. Ну а постоянно обесценивающийся российский рубль этим летом вошел в тройку слабейших в мире валют и лидирует по волатильности. Это признает даже российское государственное информационное агентство РИА Новости. За год рубль потерял 57% к доллару и 73% к евро. И падение продолжается. Вероятно, до сентябрьского заседания Банка России рубль продолжит падение к уровню 100 и 110 за доллар и евро, соответственно, предполагает Спартак Соболев, начальник отдела исследований инвестиционных стратегий Альфа Форекс, которого цитирует РИА Новости. Ну и как уже не раз отмечалось, слабая валюта позволяет государству легче исполнять обязанности по государственному бюджету, но ведет к заметному росту инфляции. И вот как комментирует ситуацию наш экономический обозреватель Максим Блант. Эксперты из Центра развития Высшей школы экономики оценили влияние девальвации на потребительскую инфляцию. По их оценке, удешевление рубля к основным мировым валютам в среднем на 30% с начала года добавит годовой инфляции от 1,5% до 3% пунктов. В результате прогноз по инфляции на этот год авторы исследования повысили до 6%, причем непродовольственные товары подорожают сильнее, чем продукты питания. Что, в общем-то, и логично, учитывая, сколько усилий с 2014 года было направлено на достижение так называемой продовольственной безопасности. Еще одно интересное наблюдение экспертов Центра развития. Нынешний курс еще не в полной мере заложен в цены. Процесс замедлен из-за высоких товарных запасов, которые делались при более крепком курсе рубля. Отсюда следует логичный вывод о том, что продавцы начинают переписывать ценники, когда в оборот поступают новые партии импортных товаров. Банки России, кстати, также принимают во внимание, что ослабление рубля отражается на ценах с задержкой и считают, что отсрочка может длиться до года. Там, кстати, тоже пытаются вывести универсальную формулу влияния курса на инфляцию. Исходит из того, что ослабление рубля на 10% добавляет потребительским ценам примерно половину процентного пункта в год. Если честно, я скептически отношусь к подобного рода оценкам, поскольку все зависит от огромного количества факторов, в том числе психологических. Достаточно вспомнить, что наиболее острые моменты, когда ответственное падение рубля сопровождалось паническими настроениями, продавцы мгновенно начинали переписывать ценники, причем иногда и с запасом. Так было и в 98-м году, и в 2008-м, и в 2014-м, и в 2022-м. Сейчас никаких специальных поводов для паники вроде бы нет. Даже Пригожинский мятеж на поверку оказался фарсом и в конечном итоге только укрепил морально-психологический иммунитет россиян потрясением. Общество, а вслед за ним и валютный рынок, и производители с продавцами довольно вяло и безэмоционально реагируют на новые потрясения, даже такие, которые в мирное время и представить себе было бы невозможно. И в этой очищенной от эмоций экономики производители и продавцы действительно стараются пореже переписывать ценники. Делают это по достижении какой-нибудь очередной круглой цифры. Вот перевалит доллар за 100 рублей и закрепится на этом уровне цены снова пересчитают. В этих обстоятельствах формулы аналитиков действительно могут работать, но лишь до тех пор, пока количественные изменения не приводят к очередному качественному скачку или обвалу. И тогда все расчеты можно смело отправлять в мусорную корзину. Комментарий Максима Бланта. Но если тоже агентство РИА Новости пишет, что слабый рубль обусловлен во многом ростом импорта, а значит внутреннего потребления, надеется на рост нефтегазовых доходов по итогам августа и сентября и вообще излучает в целом все-таки оптимизм, в своей публикации обесценивание рубля вдруг вызвало праведный гнев у российского телерадиоведущего Владимира Соловьева. Этот гнев тем удивительней, что, демонстрируя его, Соловьев набросился и на депутатов Государственной Думы всех без исключения, и на правительство, и, не называя правдой имени, на главу Центробанка России Эльвиру Набиулину, которая, судя по всему, уже давно бы уволилась, но ее не отпускает Владимир Путин, понимающий, что только она может удержать российские финансы в относительно стабильном состоянии. В конце концов, Соловьев, так переживающий по поводу низкого курса рубля косвенно критикует и самого Владимира Путина, ведь речь идет о курсе по отношению к доллару США в валюте, смерть которой Кремль регулярно предрекает уже много лет. Вот, послушайте. У меня вопрос ко всем депутатам Государственной Думы, членам Совета Федерации. Скажите, пожалуйста, а вы не замечаете, какой сейчас у нас курс в стране? Скажите мне, пожалуйста, вы хоть один запрос в ЦБ отправили, чтобы эти люди пришли и объяснили публично. Объясните, пожалуйста, в стране, что происходит. Что такого случилось, что такое курс? Ведь это приведет к росту инфляции, к росту потребительских цен. Притом, это выпадет как раз в пик на время избирательной кампании. Даже не объясняет, какого хрена курс так скачет, что над нами вся за границей теперь смеется, что самые слабые, одна из трех самых слабых валют у нас рубль. Благодаря гениальной политике Центробанка, которая даже презирает народ, чтобы хоть слово ему сказать о чем. На бирже творится черт знает что, но за стабильностью следит Ол Макарде финансовый гений. Уедного города Студия подкастов Радио Свобода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...